Святы Дня Незалежности Беларуси с размахом означали у каждом районе в области. Так у островцы на протягу трех дней проходили мероприемствы, присвеченные урочистой дате. А кроме традиционных, на острове шине сладили и новые нестандартные мероприемствы. Одно из главных державных святов в городе Атамщика распочалось с урочистого митинга для помнека воинам-вызвалителям. Словы «подяки» и «веншавань» не гучали у адрес ветеранов, які здобывали мир для нашей краины. Протяг свято отримала на некольких тематичных пляцовках. Радовала островчан выступление оркестра под керауництвом профессора Михаила Финберга. Третий год запор, выканание лепших творов со своего репертуара, з'является неодъемной часткой святочных мероприемств на острове шине, присвеченных Дню Незалежности. Особливую цикавость выкликали и новые забавы. Это соревнование осилок по поднятию тяжести нестандартной, не по олимпийской программе. Ну и, конечно же, фурор вызвал это фестиваль, плавсрест подручных, плывем, на чем попало. Жахарам города Атомщиков пропоновали прочитать верши Купалы, продемонстровать свои веды об островеченне у цикавой квест-гульни, а так само по-особливому выказать свою любовь дародной Беларуси. А вот святочные мероприемства на Илевше не одрознивались и мясцовым колоритом. Удел у святи приняли представники конфессии Илевского края, а так само гости из России, Литвы, Польши и Латвии. Сбор гостей, мясцовых и жахару Иля, які приехали на малую родиму з розных кутков Украины из-за мяжи для памятного знака у гонор-сябровства и згоды конфессии Илевщины, стал заходным пунктом свята. Усяхошу при нем и неудел у святочных мероприемствах приняли 45 тысяч человек. 25 тысяч наведалось свято Дня Незалежности у областным центры.